Поспелов Артём, образовательная программа журналистика, второй курс. Тема доклада «Космос без фантастики». С незапамятных времён человечество пытается приоткрыть завесу тайны, которую хранит небо. Каково количество звёзд, число коих невозможно сосчитать невооружённым глазом? Что скрывается за неописуемой красотой ночного небосвода? Благо, что наука не стоит на одном месте, а семимильными шагами движется вперёд. Люди осваивают космос, приручают, если так можно выразиться, этого величественного, ещё малоизученного зверя, исследуя Марс и выпуская на орбиту спутники. О двух из них, к слову, мне бы хотелось вам сегодня рассказать. Лагеус и Лагеус-2 — это пассивные спутники, отражающие лазерный луч, посылаемый с Земли, разработанные и выпущенные. Лагеус в 1976, Лагеус-2 в 1992 годах. Международной группой исследователей для изучения геодинамики, уточнения параметров гравитационного поля нашей планеты. Каждый представляет собой сплошной латунный шар диаметром 60 см и массой около 400 кг. Ввиду отсутствия внутренних плотностей латуни, отношение массы к площади поперечного сечения спутников, Лагеус, значительно больше, чем у типичных космических аппаратов, и торможение атмосферой сказывается на их орбите гораздо слабее. На борту отсутствуют электроника, двигатели и источники питания. Нет также ферментальных элементов, дабы предотвратить влияние магнитного поля Земли на их движение. По грубой оценке, Лагеус-1 может просуществовать чуть более 8 миллионов лет. Внутри него находится пластинка, сделанная на немагнитной нержавеющей стали, размером 4,7 дюймов, с выгравированным на ней посланием нашим далеким потомкам, которое было разработано Карлом Саганом, создателем подобных сообщений на бортах космических аппаратов Пионер-10 и Пионер-11. Вверху слева – изображение самого спутника. Затем предоставлены числа от 1 до 10 в двоичном коде и схема, изображающая орбитальное движение Земли вокруг Солнца. Под схемой нанесено число 1, означающее единицу времени 1 год. Для нижеследующих схем. Стрелка вправо на орбите Земли означает выбранное направление временной шкалы. Слева – прошлое, справа – будущее. Ниже показаны три карты Земли, с расположением континентов около 270 миллионов лет назад, с их расположением на момент запуска и с предположительным расположением континентов через 8 миллионов лет после запуска. Под первым рисунком записано число в двоичном коде – единица с 28 нулями, и стрелка, указывающая налево, что должно означать до запуска спутника. Под вторым рисунком нанесен ноль, то есть современность по шкале. На карте отмечено место, откуда был запущен спутник. На третьем рисунке схематически показано падение на Землю спутника, который примерно к этому времени должен постепенно затормозиться в сверхразреженных внешних слоях атмосферы. Звездочеты с их первыми телескопами заменило новейшее оборудование. Люди сотни раз выходили за пределы Земли и возвращались обратно. Но сделало ли это нас ближе к решению загадки, которую загадала природа? Ведь если задуматься, космос, как и раньше, остается малоизученным. Мы посетили Луну, начали исследовать планеты, вывели множество спутников на орбиту, а он все так же пугающе неизвестен, как и те следующие поколения, которые когда-то придут на замену нам, сегодняшним людям. Субтитры создавал DimaTorzok